Партнер проекта LZRM, производитель рапсового масла Унша. Приветствую вас, дорогие слушатели. Меня зовут Ксения Шамова. Каждую неделю я знакомлю вас с книжными новинками в программе «Да». В этот раз мы взяли курс на здоровый образ жизни, физический и ментальный. Так, чтобы работа приносила удовольствие, и каждый знал, что безвыходных ситуаций не существует, и есть как минимум 48 инструментов для поиска любимого дела. Главное – найти источник силы, который нужен для изменения и который всегда рядом, внутри вас. В 2018 году у меня произошло заочное знакомство с автором книги, которую сегодня представляю. Я была в Санкт-Петербурге на событии для организаторов мероприятий. Именно там впервые услышала об этом авторе. Не просто услышала, а ко мне подошел провайдер его семинаров и хотел, чтобы мы привезли в наш город. А сейчас я уже держу его книгу в руках и понимаю, что за это время автор книги пришел к цели. Сейчас он занимается любимым делом, а несколько лет назад он работал в США на работе, которая вытягивала все соки. Представляю вам книгу издательства «Ман Иванов и Фервер» «Счастье в деятельности. Ход котом. От работы тюрьмы к работе мечте». Автор – Филипп Гузенюк. Рекомендованный возраст – 16+. Филипп пишет у себя в блоге, что самая суть книги – как не раздалбывать себя об жизнь и работу, как быть бережнее к себе с учетом всех своих трещинок, впадинок и бугорков, и как помогать в этом другим, в нашем большом саду. У меня образ книги сложился следующий. Каждая страница – это лист мотивации. Он именно так и сделан по дизайну и тексту. Да-да, откройте книгу, и вы сами захотите прикрепить каждый листочек на видное место, как раньше на стенный календарь. А тут мысль на каждый день, и, вернее сказать, лист на каждую ситуацию в вашей жизни. И когда вы заходите в тупик в работе или в жизни, просто откройте любую страницу, и вы найдете ответ. Например, страница 199. Вы купили любимой женщине розу, принесли ее домой, но не подарили, а положили в темный шкаф и забыли о ней. Роза завяла. Никто не вдохнул ее аромат, никто ею не любовался. То же происходит с инсайтами, которые мы не прорабатываем. Мысль приходит, она восхитительна. Вы покупаете розу и предвкушаете. Как же круто будет подарить ее любимой. Но если вы действуете, не превращаете инсайт в практику, он умирает. Страница 174. В точке смерти важно не предавать свое намерение. Если не можешь больше идти в сторону цели, ляг и лежи по направлению к ней. Страница 238. Ловушка мастера в присвоении своего мастерства. Я, мне, мое, моя прелесть. Это мое искусство. Это мои результаты. Призвание мастера в том, чтобы делиться с другими своим искусством. Чем больше ты отдаешь, тем больше у тебя остается. Если опыт разобран на молекулы и принят, он делает тебя сильнее. Сегодня мы познакомились с книгой «Счастье в деятельности» автор Филипп Гузенюк. В завершении он говорит, делитесь мнением, какие мысли появились, что просится в жизнь сейчас. Мастер знает, что его результаты, его заслуга только отчасти. Понимает, что мастерство было ему даровано. Помнит, что стоит на плечах гигантов. Знает, что в основе его искусства подарок силы. Именно, подарок. Еще и поэтому для него важно делиться. С вами была Ксения Шамова с книжным обзором в программе «Да». А помогает нам приносить в пользу в каждый день жизни наш партнер. Торговая марка «Унша». Да.